Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротко». С вами, как всегда, Кин и новая рубрика «Взрыв из прошлого». Рубрика, где мы, образно говоря, будем вместе смотреть старые фильмы годов и так 90-х или нулевых. И попутно я буду делиться своими мыслями и интересными фактами. Если, конечно, таковые будут. Если кто-то скажет, что я делаю то же самое, что и ностальгирующий критик, то да, вы правы. Но уж извините, я люблю старые фильмы и не вижу причин их с вами не обсуждать. И как раз один из таких горячо-нолюбимых фильмов – «Эффект бабочки». Но перед тем, как к нему приступить, у меня будет малюсенькая просьба. Так как это новая рубрика, я попрошу поддержать её лайком, если это видео вам понравится. Ну а если нет, то в комментариях напишите, что именно вам не понравилось. Также напишите, стоит ли продолжать снимать видео в этом формате. Ну а сейчас предлагаю больше не тянуть и приступить к техническим моментам фильма. «Эффект бабочки» вышел в свет 22 января 2004 года. Хотя, это могло случиться либо позже, либо не случиться вовсе. Так как, несмотря на то, что сценарий фильма не браковался и нравился очень даже многим, но никто не решался за него браться. Думаю, что из него не выйдет адекватного кино. Спойлер, вроде как вышло. И вышло оно благодаря Эштону Качаро. Ну или Кучаро, если вам так удобней. Который остался в восторге от сценария и, став продюсером фильма, сделал всё, для того, чтобы тот состоялся. Включая то, что он вложил в него часть собственных денег. Сколько именно, нигде не уточняется. Но производственный бюджет фильма 13 миллионов. Что даже по стандартам 2004 года, не так уж и много. К примерам, даже улётный транспорт обошёлся в 16 миллионов. История Золушки в 19. А агент Коди Бэнкс 2, кто-нибудь о нём вообще помнит, обошёлся в 26 миллионов. Но в отличие от того же Бэнкса, бабочка окупилась. Да ещё как. При своём скромном бюджете, эффект бабочки собрал 96 миллионов долларов. Что весьма неплохо для фильма, снятого всего за 58 дней. Итак, чужие деньги мы посчитали. Теперь приступим к самому фильму. Но не к театральной, то, что вы увидели в кинотеатрах, а к режиссёрской версии. Все режиссёрские моменты, не вошедшие в театральную версию, я буду помечать вот такой вот буковкой. И фильм начинается с цитаты Йена Стёрта, основанной на работах метеоролога Эдварда Лоуренса. Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может в конце концов стать причиной тайфуна на другом конце света. Теория хаоса. Стёрт в своей книге «Математика хаоса» описывал это так. Порхание крыльев бабочки вызывает неуловимые колебания воздуха, распространяющиеся в разные стороны. Эти колебания вызывают вторичные колебания в новом месте. И так далее. Процесс нарастания колебаний происходит лавинообразно. И итогом может стать появление урагана, ударившего по Индонезии. Чутко ранее, в 1951 году, Рэй Брэдбери уже озвучивал эту идею в рассказе «Игрянул гром». Рассказе о том, что случайное убийство одной бабочки в далёком прошлом кардинально меняет мир в настоящем. В 2005 году на основе рассказа Брэдбери был снят одноимённый фильм. Конечно, можно было бы подумать, что «Игрянул гром» решил похайпиться на вышедшем годом ранее «Эффекте бабочки». Но нет. Он должен был выйти ещё в 2002-м. Но из-за внешних факторов дату релиза перенесли на 2005-й. Да и повезло ему чутко меньше, чем бабочки. При бюджете 80 миллионов! Фильм собрал всего 10. Но если же хотите понять теорию хаоса без какой-либо фантастики, то могу посоветовать вам фильм как раз «Теория хаоса» 2008 года с Райаном Рейнольдсом. Фильм о том, как жизнь обычного парня встаёт с ног на голову из-за череды событий, вызванных простой просьбой отвести фильмы в прокат. Итак, вроде с тем, что такое «Эффект бабочки» и «Теория хаоса», мы немножечко разобрались. Теперь вернёмся к нашему фильму, который после вступительной цитаты показывает нам флэш-форвард финала, который мы пока пропустим и вернёмся к нему в конце. А пока что взглянем на заставку. Эффект бабочки. В ней прячется небольшая пасхалочка на будущее. Дело в том, что на скане мы видим смещённые боковые желудочки головного мозга. Иногда такое смещение называют похожим на бабочку. И встречается оно зачастую у шизофреников. И именно с шизофренией в финале фильма Эван будет лежать в больнице. Ты выдумал болезнь, которой нет. Альтернативные миры с колледжами, тюрьмами и даже пролечом. Но я забежал немного вперёд. За 13 лет до этого мы знакомимся с юным Эваном Треборном. Которого по первоначальной версии сценария звали Крис Треборн. Так создатели хотели позаигрывать с религией. А именно, если переставить первую букву фамилии в конец имени, получится Крис Треборн. Или же Возрождённый Христос. По итогу создатели от этой идеи отказались и назвали героя Эваном. Но и тут не всё так просто. Если в имени изменить одну букву и снова подставить Т из фамилии в конец, получается Эвент Треборн. Или же События Возрождаются, что намекает нам на то, что события из детства Эвена вернутся вновь. Но пока что юный Эван в исполнении Перси Джексона Логана Лермана. Я с тобой закончил. Почему ты продолжаешь появляться в моих видео? Весело и беззаботно проводит время. Желаю поскорее отправиться в школу. С каких пор ты стал волноваться, как бы не опоздать в школу? Мы готовим рисунки к дню родителей. На съёмках Логан специально носил тёмные контактные линзы, чтобы его глаза соответствовали глазам Эштона Катчера. А папа приедет? Ты хорошо знаешь ответ. Неужели его даже на день не отпустят? Папа Эвена лежит в психбольнице. Но об этом чуть позже. А пока что день рисунков проходит не так гладко, как ожидалось. Также учительница говорит, что Эван, по его словам, совсем не помнит, как он это нарисовал. И мама решает сводить его на сканирование мозга, так как она думает, что Эван унаследовала болезнь отца. Во время сканирования доктор предлагает Эвану вести дневники. Пусть пишет обо всём, что он делает. И это поможет? Это стимулирует его память. Дневники, в которых пишет Эван, точно такие же, что и у Джона Доу в фильме 7. Выпущена в студии, которая стоит и за эффектом бабочки. New Line Cinema. Это отсылает нас к тому, что Эван и есть. Джон Доу. Нихуя, развивляй. Ладно, я прикалываюсь, это просто забавное совпадение. Как я выяснил, такие стандартные блокноты для записи довольно распространены за рубежом. Сегодня мама отвезёт меня в гости Кейли и Томми. Я познакомлюсь с их папой и узнаю, что это такое иметь отца. Перед тем, как отвезти Эвана в гости, мама обнаруживает его на кухне с ножом. Зачем ты взял в руки нож? Я не помню. Мама приводит Эвана к папе Томми и Кейли Джорджу. И он говорит, что сейчас они будут снимать кино про Робин Гуда. На этом моменте Эван отключается и пробуждается уже обнажённый в подвале вместе с Кейли. После, думаю, не надо объяснять, чего произошедшего на глазах Томми. Где я? Куда мы попали? Хватит вести себя как дебил. А иначе я позвоню твоей маме и расскажу ей обо всех твоих шалостях. И вот к этому провалу у меня есть вопрос. Но дабы не забегать вперёд сюжета, я задам его в конце видео. Ну а пока что доктор, изучив сканы Эвана, не замечает каких-либо отклонений. И предполагает, что провалы вызваны стрессом на фоне отсутствия отца. Вследствие чего он предлагает маме Эвана свозить его к папе. В сцене приезда Эвана в лечебницу в качестве одного из пациентов мы видим Эрика Бресса, режиссёра фильма. Эван встречается с отцом. И всё начинается с непринуждённой беседы. Но Эван отключается и пробуждается уже тогда, когда отец хочет его убить. Пытаясь успокоить отца, санитар бьёт его по голове. Но не рассчитав силы, убивает. На похоронах Кейли подходит к Эвану и что-то говорит. Храни его, Господь, и будь к нему милосерден, и даруй ему вечный покой. Из-за расстояния мы не слышим её слов. На самом деле она говорит... Храни его, Господь, и будь к нему милосерден. От тебя, бляд, говной воняет. Ладно, на самом деле она говорит... Что можно перевести, примерно как сейчас ты, наверное, чувствуешь себя лучше. Спустя шесть лет после похорон Кейли, Эван, Томми и Лени тусуются в подвале Джорджа. Там Томми находит шашку динамита и предлагает что-нибудь взорвать. И как цели не выбирают почтовый ящик. К слову, небольшом бюджете. На съёмочной площадке было всего три таких почтовых ящика. И угадайте, с какой попытки удалось добиться нужного взрыва? Но до взрыва мы ещё доберёмся. А пока что... По древнякам выбирают Лени, и он не соглашается, ссылаясь на короткий запал. Эван увеличивает запал при помощи сигареты, и Лени закладывает шашку. Ребята ждут взрыва, как вдруг Эван отключается и приходит в себя уже в лесу. Помоги мне его поднять! Что случилось? Где мы? О, Господи, что же мы натворили? Ошарашенные ребята притаскивают Лени в шоковом состоянии на свою улицу. Где мама Эвана хочет узнать у него, что случилось? Что произошло, Эван? Я не знаю, не помню. Уже дома на чердаке Эван записывает то, что он помнит, что перед взрывом он прикрывал уши Кейли. И также он записывает, что мама хочет отвезти его на гипноз. После чего он находит шкатулку с фотографиями и свидетельство о смерти деда. Свидетельство о смерти. Больной скончался в госпитале Бельвью. Так мой дед тоже был психом? Во время гипноза врач пытается узнать у Эвана о том, что случилось в лесу. Эван вспоминает машину. В это время за спиной доктора мерцает свет. И это не было запланированным спецэффектом. Просто на площадке случилось короткое замыкание. И режиссер, посчитав, что это хорошо вписывается в кадр, решил это оставить. Я вижу машину. Доктор пытается разузнать о машине побольше. Но Эвану становится плохо. И его выводят из транса. Ну как? Получилось? После Кейли, Томми и Эван отправляются в кинотеатр, где крутят семь. Который я уже упоминал. И Тупой и еще тупее. Также фильм компании New Line Cinema. Из интересного можно отметить, что во второй части Тупого и еще тупее снялся Элдон Хэнсон. Актер, сыгравший взрослого оленя. А вот и мой друг к сорокезам. Совет, привет. Кимасаба? Заткнись же полиции. Эти индейцы думают, что у меня вместо лица задница. Уже в кинотеатре Эван пытается узнать, что случилось у почтового ящика. Но Томми на него срывается. После, во время сеанса, Кейли покидает зал. За ней выходит Эван и узнает, что отец на нее срывается из-за ситуации с Леней. Эван ее морально поддерживает, после чего ребята целуются. Это замечает Томми и хочет напасть на Эвана. Но ему ставит под ножку какой-то парень. И Томми отмудохивает его. После чего Томми вытаскивает охрану кинотеатра. А в это время мама Эвана все-таки узнает, что случилось у почтового ящика. Вы видите ужасные последствия мощного взрыва. Количество заложенной взрывчатки пока неизвестно. У полиции нет ни зацепок, ни подозреваемых, ни мотивов... А Эван узнает, что они в скором времени переезжают. После чего Кейли и Эван приходят в гости к Лене, который в это время собирает модельку самолета. И ребята предлагают ему прогуляться. Ребятки гуляют по лесу и чувствуют запах дыма. И отправляются на поиски его источника. Найдя который, они находят Томми, желающего сжечь собаку Эвана. Томми их замечает и хочет вырубить Эвана, но вырубает сестру. Эван хочет остановить Томми, но отключается. Очнувшись из биты, Эван видит плачущую Кейли, сожжённый мешок и Лене, окончательно ушедшего в себя. Далее Эван уезжает из родного городка, но обещает Кейли вернуться за ней. Я за тобой вернусь. И мы переносимся в настоящее, где встречаем взрослого Эвана в исполнении Эштона Катчера. Хотя, изначально, ещё до того, как Эштон взял фильм под своё крыло, на главную роль претендовали Джош Хартнет, Шон Вильям Скотт и Джошуа Джексон. Но они все отказались. Напишите в комментариях, кто по-вашему хорошо бы подошёл на эту роль. С момента уезда Эвана прошло 7 лет. Теперь он учится на факультете психологии, изучая механику памяти. К слову, Эштон и сам, готовясь к роли, провёл обширное исследование психологии, психических расстройств и теории хаоса. Планируете изменить общепринятое мнение о механизмах памяти? У меня нет выбора. Эван после пар возвращается в комнату общаги, где он живёт со своим соседом-неформалом Тампером. В комнате, где живёт Эван, у изголовья его кровати, можно увидеть картину Сальвадора Дали «Сон». На этой картине Дали изобразил большую, мягкую голову с множеством подпорок, которые её поддерживают и сохраняют черты лица. Эти подпорки, символизирующие хрупкость реальности, нужны для того, чтобы голова, символизирующая мозг и сознание, не упала и не разрушилась. На данном холсте доминирует голубой цвет. Он подчёркивает нереальность изображаемого. И, как думаю, вы могли заметить, цветокор фильма также построен на синих и голубых тонах, за исключением одного скачка, после которого всё снова возвращается к ним. То есть, как вы понимаете, на картине, как и в фильме, изображена идея хрупкости, окружающей нас реальности. И того, что, чтобы в ней как-то выжить, нам нужна опора. В фильме такой опорой для Эвана стала Кейли. Но вернёмся в общагу, где Эван зовёт Тампера в бар отпраздновать... Семь лет без провала в памяти. Мать твою, тогда идём. В баре Эван с Тампером и подругами спокойно играют в бильярд. Но Тампера начинают донимать бедлари из братства. Какого чёрта, придурок? Ты охренел! Уже после бара Эван приводит подругу в комнату, где в поисках арома свечей она случайно находит его дневники. И просит почитать. Ну а Эван соглашается. В его глазах я увидел столько ненависти. Что-то не так? Эван понимает, что он переместился в своё 13-летнее тело в прошлом. В момент казни его собаки. Но среагировать он не успевает, и Томми его избивает. Лени в это время пытается освободить пса, но Томми его отпугивает. Брось! Или я прикончу твою мать! После чего Эван узнаёт, за что Томми его ненавидит. Я никогда тебя не прощу, что ты трахнул мою сестру. Эван возвращается в настоящее и отправляется к Лени, чтобы тот рассказал ему, что тогда случилось. И слышит знакомые слова. Я не смог развязать верёвку. А ещё? Брось! Или я прикончу твою мать! После Лени добавляет ещё пару слов Томми, и Эван возвращается в общагу. Где неуверенно решает прочитать ещё одно воспоминание. На почтовом ящике. Переместившись, Эван получает ожог от сигареты. И видит, что к почтовому ящику, куда они положили динамит, подошла мама с ребёнком. Которых убивает взрывом. Ребята, конечно, в ужасе убегают, а Лени начинает уходить в себя. И стоит в оцепенении. Пока ребята его не уводят. Эван возвращается. И у меня претензия к этой сцене, которая заключается в том, почему взрослый Эван в теле ребёнка ничего не сделал. Он прекрасно видел, что мама с ребёнком идут к ящику. И знал, что в нём динамит. И он мог, так как он по сути взрослый, хотя бы крикнуть, не подходите к ящику. Да и после взрыва он просто убежал, вместо того, чтобы позвать на помощь. Но ладно, я так думаю, мы все понимаем, что Эван на самом деле неплохой парень. А поэтому спишем это всё на простое человеческое любопытство. И шок от происходящего. И вернёмся в общагу. Где проблевавшись, Эван находит на животе шрам от ожога. И это не просто шрам. По контуру он изображает джопу на верёвочке. Ладно, шучу. По контуру он изображает фрактальное множество Мандельброта. Символ теории хаоса в основе эффекта бабочки. Воплощающий в себе процесс перехода от порядка к хаосу. Спустя какое-то время, Эван встречается в ресторане с мамой. И расспрашивает её об отце. О том, не рассказывал ли он, что как-то научился восстанавливать воспоминания. Он сказал, что научился... Чему? Не забудь. Это ерунда. После ресторана, Эван продолжает расспрашивать маму. Но Таня отвечает и предлагает сходить к гадалке. Эван соглашается. И придя к ней, гадалка берёт его за руку и говорит. У тебя нет линии жизни? Тебя не должно быть здесь? Эти слова расстраивают маму, и она уходит. Эван её догоняет, и мама рассказывает. До твоего появления я рожала дважды, и оба раза дети были мёртвыми. Запомните эту сцену. В режиссёрской версии она нам ещё пригодится. После встречи с мамой, Эван возвращается в общагу и хочет пробудить воспоминания о подвале. Но Тамбер его останавливает. От всех этих грёбаных воспоминаний мозги у тебя съедут намного больше, чем сейчас. Больше, чем они уже съехали. Эван решает сам узнать, что там случилось, и едет к Кейли, которая работает в кафе Хиллтоп. В 2014-м мы снова увидим это кафе, но уже в другом проекте, в конце второго эпизода второго сезона Мотеля Бейтса под названием Тень сомнения. В этом кафе Эван видит позарослевшую Кейли в исполнении Эми Смарт. Хотя изначально роль хотели отдать Элли Лартер, наиболее известную по сериалу герои. Ну или пункту назначения. Эван замечает, что Кейли сильно изменилась, и подождав её после работы и пообщавшейся жили-были, он узнаёт, что Томми после отсидки устроился в автосалон, а Кейли благодаря суду ушла от опеки отца. После он начинает расспрашивать её о том случае в подвале. Она ничего не рассказывает и сильно расстраивается. Ты приехал сюда, чтобы ковыряться у меня в душе лишь потому, что ты о чём-то забыл? Да пошёл ты, Эван! Вернувшись в общагу, Эван получает сообщение от Томми, из которого он узнаёт, что расстроенная Кейли ему позвонила и рассказала об их встрече. А ночью она покончила с собой. Эван незаметно пробирается на похороны, где видит Томми и Джорджа, после чего возвращается в общагу и перечитывает записи о подвале. Но мистер Миллер снял с меня рубашку. В подвале Джордж говорит Эвану и Кейли раздеваться и поиграть во взрослые игры. Но Эван его осаждает и мягко объясняет, что так делать нехорошо. Иначе это приведёт к тому, что его доча самовыпилится. Поэтому он говорит её не трогать и приказывает обуздать Томми. Блин, я просто в дичайшем восторге от того, как юный Логан Лермон отыгрывает взрослого Эвана, который, вернувшись в своё тело, просыпается в комнате общаги. Но не своей. На стене этой комнаты можно увидеть вымпел университета Брэдбери, который является отсылкой к Рэю Брэдбери, а автору Игрянул Гром, которого я упоминал ранее. После пробуждения память Эвана начинает впервые перестраиваться. И я немного это ускорю, чтобы не словить жалобу. Поэтому, когда увидите надпись, уменьшайте скорость видео, чтобы ничего не пропустить. Потерянный Эван обнаруживает, что спал он не один, а с Кейли, и не в комнате общаги, а в женском сестринстве. После, немного освежившись, они прогуливаются, и Эван аккуратненько спрашивает о том случае в подвале. Помнишь, как твой отец купил видеокамеру? В первый же день он ее отдал кому-то. После прогулки Эван звонит домой. В интересных фактах о фильме, который я находил, упоминалось, что номер, который набирает Эван, также использовался в фильме «Шутники» 95-го года. Что ж, я посмотрел этот фильм от корки до корки, и нигде этот номер там не показывается и не упоминается. Позвонив, он узнает, что у мамы есть мужчина. После звонка он пытается поговорить с Тампером, но тот его не узнает. Эй, Тампер, скажи, который час? А ты потерял свой роликс? Пошел в жопу, ботаник! На занятиях Эван пытается заговорить с преподавателем, но тот тоже его не узнает. Но зато его узнает один из бедларей, который ранее в баре докапывался до Тампера. И оказывается, что в этой реальности они в одном братстве. Бедларь дает Эвану шпору с ответами на контрольную, но та ему не нужна, так как он и так все знает и помнит. После чего Эван просит помочь организовать сюрприз для Кейли. Пусть помогут новички. Вечером Эван и Кейли хорошо проводят время, и Эван пытается узнать, что изменилось. А изменилось то, что Кейли не ждала, когда он за ней вернется, а сама поехала к нему. А ты думал, мой отец мне это запретит? Да? Что? Уже на следующее утро Эван измывается над новичками, и сам понимает, что начинает меняться. Не смотри на меня, черт подери! Вечером Эван приводит Кейли на романтический вечер, и все идет прекрасно до того момента, пока кто-то не разбивает его машину, в которой он видит собачий ошейник, и понимает, что за этим стоит Томми. Чувак, это собачий ошейник? Томми. Вернувшись в братство, Эван ищет чем защититься, и находит перцовый баллончик. А Кейли говорит, что Томми пару дней как вышел из тюрьмы, и объясняет, почему он такой, какой есть. Меня отец никогда в жизни не бил. Всю злобу он вымещал на Томми. После, Эван провожает Кейли и их встречает Томми, обозленный на Эвана, отнявшего у него сестру. Томми начинает избивать Эвана. Кейли в это время бежит вызывать охрану, а Эван достает перцовку и заливает ей лицо Томми, после чего начинает бить его и убивает. Эвана вяжут и садят в тюрьму. Да, они в киношную тюрьму. Все сцены были сняты в настоящей тюрьме штата Вашингтон, где частью массовки фильма были реально осужденные преступники. В тюрьме Эван знакомится с религиозным латиносом Карлосом. Не ложись ни под кого, а то попадешь прямо в рабство. А ты поможешь? Даже Бог не заставит меня пойти против белых. В тюрьме Эвана сразу начинают прессовать и единственный, кто хоть как-то его поддерживает, это Карлос. И мама, которая приезжает к Эвану на свидание и говорит, что ее муж занимается его делом. Но когда все закончится, неизвестно. Эван спрашивает маму о дневниках и так говорит, что нашла два из них. Мне нужны все. Все дневники. Я привезу тебя. После свидания с мамой до Эвана докапывается пара зэков и они забирают дневники. Эвану все-таки удается вырвать пару страниц из них. И когда он хочет забрать остальное, его избивают. Избивают до тех пор, пока драку не останавливает охрана. Мы к тебе сегодня еще зайдем, сестренка. Ночью эти зэки наведываются к Эвану и на следующий день читают его дневник. Сегодня я нашел свидетельство о смерти деда. Он умер в дурдоме, как и мой отец. После на площадке Эван говорит Карлосу, что Бог говорит с ним. И он может это доказать. Для этого он приводит Карлоса в камеру и просит следить за руками. В среду мне влетело за рисунок, к которому я не имел никакого отношения. Мама мне его так и не показала. В юном теле Эван рисует тот самый рисунок с убийством зэков и придумывает, как доказать все Карлосу. Миссис Бозвелл! О боже! К этой сцене у меня тоже есть вопрос, но об этом снова же в конце. А сейчас Карлос видит стигматы на руках Эвана и начинает ему верить. Эван приходит к зэкам и втирается к ним в доверие. Мне нужно пробиваться, значит. Я должен сейчас у вас отсосать или... Но вместо сексуальных игрищ Эван садит зэков на перо и начинает читать дневник на записи казни пса. Карлос в это время держит дверь, в которую рвутся другие зэки. Да мы увидели Леня сразу! Вернувшись в прошлое, Эван первым делом дает Лене какую-то арматурину, чтоб тот перерезал веревку и освободил пса. Режь веревку! Добравшись до места, где-то за кадром, Томми вырубает Кейли. Но на этот раз Эван ставит ему мозги на место. Он говорит, что бросит Кейли и просит отпустить пса. Если ты его убьешь, тебя точно отправят в колонию! Слова Эвана работают и пёс свободен, но... Слава богу! Лени нет! Кейли приходит в себя, а Лени наоборот окончательно в себя уходит. После чего Эван пробуждается в настоящем и его память вновь перестраивается. Подвезти? Во время перестроения памяти есть один интересный момент. Мало кто на него обратил внимание или заметил. Юную голосующую Кейли собирается подвезти никто иной, как Карлос. Да-да, тот самый Карлос из тюрьмы Эвана. Эвана после припадка отвозят на обследование, где доктор обнаруживает кровоизлияние и обширную перестройку тканей головного мозга. А это значит, что за прошедший год я умудрился запихнуть свою голову в воспоминания лет на 40 вперед. Я перепрограммировал мозг. Верно, доктор? Да. Эван уходит и незаметно ворует ключ-карту доктора, благодаря которой он пробирается к Лене и пытается с ним поговорить. Но тот не реагирует, пока сам не обращается к Эвану и спрашивает, догадывался ли он о том, что сделает Лене. Эван отвечает, что догадывался. Это ты должен был быть на моем месте. Спойлеры. После Эван возвращается в кампус и читает запись об отце. Думаю, он позволит называть его папой. Вернувшись в прошлое, он спрашивает у отца, как можно все изменить без последствий. Отец говорит, что никак и ничего менять нельзя. Нельзя менять ни людей, ни обстоятельства. Эван не соглашается. Когда я все исправлю, пришлю тебе открытку. Вернувшись назад, Эван первым делом отправляется в кафе, чтобы найти Кейли. Но там о ней не знают. После он едет к ее отцу. И вот вам еще интересный факт. Парик, что вы сейчас видите на голове Эрика Штольца, сшит из его же волос. Просто, чтобы вы знали. Эван спрашивает Джорджа, где найти Кейли. И тот отправляет его в какой-то гадюшник, где он ее находит в весьма потрепанном состоянии. Эван узнает, что Кейли работает бабочкой и злоупотребляет, чем нельзя. После чего они идут в кафе, где Эван старается доказать, что он умеет менять прошлое. И он исправит нынешнюю ситуацию. Но Кейли, как этого следовало ожидать, ему не верят. Ну вернись в прошлое и спаси лучше миссис Холперн и ее малыша. После разговора с Кейли Эван возвращается в общагу, выгоняет Тампера и читает о почтовом ящике. А не о почтовом ящике на другой стороне улицы. На этот раз, вернувшись в прошлое, Эван пытается отогнать мамочку с ребенком от ящика, а Томми прикрывает их от взрыва. Отойдите назад! Я вас спасу, леди! Вернувшись, Эван видит живого и здорового Лени, как выяснится позже зажигающего Скейли. Интересно то, что Элден Хэнсон сначала снял вот эти сцены со своим персонажем, а уже потом отснял сцены в психбольнице, так как для них он должен был набрать 10 килограмм, чтобы как-то разграничить персонажей счастливого Лени и Лени-психа. Эван радуется, пока не замечает того, что у него нет рук. Этот эффект был достигнут двумя способами съемки. В первый раз снимали пустую комнату, а во второй снимали Эштона с зелеными перчатками. Обычно этого эффекта добиваются тем, что камера перемещается по комнате на спецоборудовании, позволяющему снимать одинаковое движение камеры несколько раз. Но, так как эффект бабочки не мог позволить себе спецоборудование, все снималось вручную при помощи секундомера для точности, после чего съемку подретушировали на постпродакшене. Эван, поняв, что у него нет рук, ловит очередное перестроение памяти. Кейли и Ленни вывозят Эвана на прогулку и по дороге встречают Томми. После встречи Кейли отвозит раскисшего Эвана в сторонку, где они общаются о том, могло ли у них все получиться. Ответа Эван так и не получает и, окончательно разочаровавшись в жизни, хочет с ней покончить. Но Томми его спасает. Я даже убить себя не могу. Не говори об этом. После чего они отправляются в больницу, где, как думает Эван, работает его мама. Но оказывается, что из-за случившегося она стала много курить и заработала рак легких. Кажется, я могу это исправить. Справить? Мне нужна запись в дневнике про шашку. Черт, у меня рук нет. Я никогда этого не писал. Мама замечает, что Эван своим поведением становится очень похож на отца. Тебе больше не будет больно. Я все исправлю. Вернувшись в общагу, Эван хочет вернуться и уничтожить динамит еще до того, как они им воспользуются. И оказавшись в прошлом, для этого он хочет воспользоваться ножом. Но не успевает. Эван пробует еще раз и возвращается в подвал. Где она ходит шашку и, видимо, рассчитывая взорвать ее в камине, поджигает. Но на него бросается Джордж и динамит падает. Бенгальский огни. Кейли нет! И, как обычно, память Эвана перестраивается. Эвана перестраивается. Эвана перестраивается. В конце перестройки среди чередующихся лиц можно снова увидеть режиссера Эрика Бресса. Эван приходит в себя на больничные койки и первым делом бежит к доктору. Где мои дневники? Ты выдумал их и все остальное, чтобы преодолеть чувство вины за убийство Келли Миллер. Врач, намекая на шизофрению, говорит, что Эван придумал реальности с тюрьмами, колледжами и инвалидностью. После чего он, как и мама, подмечает, что Эван похож по поведению на отца. Он тоже все время требовал фотоальбом, хотя его не было. Фотографии? Эван проходит обследование, к нему приезжает мама и врач выносит вердикт. Повреждения уже необратимы. После чего Эван спрашивает у мамы. Ты принесла мне те фильмы, которые мы когда-то снимали? Да, они здесь. Под покровом ночи Эван выбирается из палаты и вламывается в кабинет врача. Баррикадирует его, оставляет прощальную записку и включает запись своего рождения. Эван вспоминает слова гадалки о том, что его не должно было появиться на свет и то, что у него нет линии жизни. Также он вспоминает слова Кейли, что только из-за него она с Томми не переехала к маме. И не найдя другого решения, Эван самовыпиливается. Он сам себя душит. Нет! И вот этот самовыпил еще в утробе порождает одну теорию. Помните, мама Эвана говорила? До твоего появления я рожала дважды и оба раза дети были мертвыми. Так вот, теория заключается в том, что предыдущие дети также обладали силой бабочки и прожив жизнь так же как Эван, не находили другого выхода, кроме как самовыпилиться в начале. Скажу сразу, эта теория нигде не подтверждалась, но на примере Эвана мы видим, что она имеет место быть. Но это только одна версия финала. Приступим ко второй, театральной, и отмотаем назад. В театральной версии Эван также запирается в кабинете врача, только на этот раз он смотрит записи своего дня рождения, именно того, где он познакомился с Кейли. Только на этот раз Эван все перечеркивает на корню. Я тебя ненавижу, и если ты ко мне подойдешь, я убью и тебя, и всю твою проклятую семью. Эти слова расстраивают Кейли, и они больше не общаются, а воспоминания Эвана вновь перезаписываются. На этот раз Эван приходит в себя в общаге, в комнате, в которой он живет со здоровым Ленни, который уже не знает про Кейли. После друзья отправляются на свалку, и Эван сжигает дневники. К этой сцене у меня тоже есть вопросик, до которого, как и до остальных, мы уже совсем скоро доберемся. А пока что финал, но вы же не думали, что все будет так просто? Конечно нет. Театральная версия имеет три альтернативных финала. Первый, тот, который пустили в кинотеатр. Спустя 8 лет Эван встречает на улице Кейли и проходит мимо. Почувствовав связь, сначала Кейли оборачивается, потом Эван, и они расходятся по своим делам. Второй, хэппи-энд финал. Также, спустя 8 лет Эван и Кейли пересекаются, начинают разговаривать и уходят вместе. И третий, открытый финал. И снова же, спустя то же время, Кейли и Эван пересекаются. Кейли оборачивается, смотрит на Эвана и уходит. А Эван уходит вслед за ней. И во всех трех случаях на этом фильм заканчивается. Напишите в комментариях, какой финал вам больше понравился. Эффект бабочки. Перед тем, как подвести итог, пробежимся по вопросам, которые я упоминал. И начнем с чего попроще. Откуда появились стигматы? Как вы помните, Эван в тюрьме, чтобы добиться помощи религиозного Карлоса, отправляется в прошлое и пробивает себе руки. Ну а вернувшись в настоящее, Карлос обнаруживает появившиеся стигматы. И возникает несостыковка. Эван пробил руки еще ребенком. Следовательно, и в тюрьму он должен был прийти уже с пробитыми руками. Это чудо! Это же стигматы! Теперь перейдем к чему посложнее. То, с чего, грубо говоря, и начался весь сербор. А именно, первая сцена юных Эвана и Кейли в подвале. Я, конечно, постараюсь объяснить свою мысль попонятнее, но не факт, что получится. Итак, в прошлом Эвана мы видим череду событий неизменных, связанных с его будущим, приведших к его настоящему. К примеру, переместившись первый раз к ящику, Эван ничего не сделал. Ящик взорвался, мама с ребенком погибли, при этом у юного Эвана провал. Это ясно. Также, первый раз переместившись к собаке, Эван снова ничего не сделал. Его избили, пес мертв. При этом, снова же у юного Эвана провал. Это тоже ясно. И снова же, первый раз переместившись к отцу, взрослый Эван с ним поговорил, тот начал его душить, у юного Эвана провал, и он не понимает, почему его душат. И вот возникает вопрос. В первой, по хронологии, сцене в подвале Джорджа, что было в первый раз? Снова же, по хронологии, когда юный Эван отключился и очнулся уже обнаженный. Как мы знаем, по началу фильма, пока юный Эван был в отключке, он... Ну, то самое с Кейли. Но тогда, что получается? В первоначальной цепочке событий, при условии, что когда юный Эван включался в нем, был он же взрослый, получается, это взрослый Эван в теле себя юного, пока юный Эван был в отключке, переспал с Кейли? Боже мой! Заметьте, первый раз туда вернувшись, Эван изменил событие. Но до этого изменения в первоначальной череде событий то самое ведь произошло. А иначе я позвоню твоей маме и расскажу ей обо всех твоих шалостях. Я никогда тебя не прощу, что ты трахнул мою сестру. Надеюсь, я смог понятно объяснить свою мысль. Но последний вопрос касается финала театральной версии, в которой Эван сжигает дневники. Вопрос в том, что в них написано. Как вы помните, это врач посоветовал Эвану вести дневники из-за расстройств памяти, которые были связаны с перемещениями Эвана. А перемещения всегда были так или иначе связаны с Кейли. Но в театральной версии Эван помешал их знакомству, и Кейли в его жизни никогда не было. А следовательно, как получается, не было и перемещений, и проблемы с памятью. И выходит так, что дневники были просто не нужны. Единственное, я могу это объяснить тем, что в дневниках были какие-то просто сторонние записи. Прощай. Ладно, не буду спорить. Перемещение во времени это огромная тема, которую каждый трактует по-своему. А поэтому я не отрицаю того, что возможно просто я чего-то не понял. Но если вдруг вы знаете ответы на эти три вопроса, то милости прошу в комментарии, с удовольствием почитаю. Ну а теперь лично от себя, как итог скажу. Эффект бабочки прошел проверку временем, и это все еще шикарный фильм. И нет, не подумайте, у меня с этим фильмом не связаны теплые детские воспоминания, а поэтому синдром утенка тут ни при чем. Просто даже пересматривая его в сознательном возрасте, все еще чувствуешь его завораживающую атмосферу, видишь потрясающую игру актеров, как взрослых, так в особенности детей, и понимаешь довольно непростые и глубокие идеи и мысли, которые хотели донести создатели. Нельзя исправить человека, не изменив, не уничтожив его прежнее я. Нельзя человека сделать лучше? Ты не господь бог, сынок. Да, потом эти идеи попытались клонировать во втором эффекте бабочки и... третьей части. Но сказать, что у них не получилось передать и одного процента оригинала, ничего не сказать. Даже забавно. На примере этих трех фильмов можно наблюдать теорию хаоса. с ее последовательным нарастающим разрушением. Хотя не буду отрицать того, что вкусы у всех разные, а поэтому напишите в комментариях, что вы думаете о первой части эффекте бабочки и о ее продолжениях. Ну и конечно же напишите в комментариях, что вы думаете о данной рубрике и как вам видео в целом. Ну а на этом у нас все и всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал и ставьте свой лайк. Ну а в описании вас будут ждать все возможные ссылки. Ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока!